Друзья, начинаю запись и снаружи видеокамеры, и с компьютера. Последний, Олег Олегович, я вам говорю, последний фильм, который я делал с вашего этого самого ЦАПа, был, не получился, голос оказался неплохо слышимый. Давайте еще одну попытку, но на всякий случай делаем параллельную запись и снаружи видеокамеры. В одном случае звук лучше, в другом случае изображение лучше. Потом что-то выберем. Итак, что меня зацепили слова? А последняя черной земли 5-10 сантиметров дальше глина. Так, гражданин Мезинов, я что вам говорил? При такой страшной земле вы добились выдающегося успеха. Я вам посоветовал постепенно-постепенно сворачивать работу шофера-дольного бойчика и приниматься за работу не просто владельца сада, но владельца сада, который должен кормить вас, вашу семью, то есть заняться питомниководцем. Мне кажется, что вы или сами до этого дошли, или я своими словами вот такими немножко вас подтолкнул к этому делу. Но первый этап состоялся. Сан с выдающимися результатами создан. Это первый этап. Второй этап. Вы переходите в разряд, так же, как Железов, так же, как Макаров, так же, как в свое время Латинков, Царство Ему Небесное. Вы переходите в разряд преподавателей. Пока между нами. У нас свой круг, но этот круг надо расширять. Поэтому ваш опыт очень будет нужен и востребован. Третий этап будет потом, когда вас начнут приглашать читать лекции. Ну, хорошо, среди таких же садоводов, но уже клубы садоводов. А четвертый этап, это будет уже, когда вас будут приглашать или в музы, читать лекции студентов, или просто учить и участвовать в этих самых, уже как селекционер в НИИ, науча сельских институтов. Посмотрим. Вот, ну, очередной ваш опыт здесь. Внимание, после такой длинной преамбулы, предоставляю вам слова. Валерий Константинович, здрасте. Пользуюсь случаем. Хочу поделиться опытом, как я работаю с подвоем. Вот мой второй участок. Что я делаю? Дерн. Тут очень много лет ничего не сажалось, не пахалось. Этим мне этот участок запал в душу. Что я делаю? Дерни плугом немного. То есть, ну, буквально там, где пять сантиметров, где меньше, плугом, трактором. Делаю траншею. Затем этот дерг вот таким образом травой вниз укладываю обратно в эту же траншею. Затем обычную землю пустую с низа участка. Там много лет не косилось. Там крапива была по два метра. Она с каждым годом перегнивала. И все это превращалось в обычную землю. Верхний слой пять сантиметров. Такой легкой дерниной корневищ пять-семь сантиметров я убираю. Остальное беру. И таким вот образом засыпаю. Получаются небольшие холмики. Семечки, косточки быстрее прогреваются. Чуть позже буду ставить пирки. Утронетка ваше посажена. Тузов-кусырейка ваша посажена. Четыре ряда. Это манджули. Для примера. Давайте посмотрим схожесть. Вот сразу взгляд упал. Примерно вот на такое расстояние я их высаживал. После стратификации. В этом году стратификация прошла отлично. Порядка 80% схожесть. Четыре плохо видно. Вот. Вот. То есть все как вы учили. Кладу зернышко. Буквально вдавил на пол сантиметра. И сверху вот так вот прикрыл. Леечкой прошелся. Земля прижалась. Вот она. То есть сейчас пожертвую. Одной раскопаю. Вот смотрите. Жалко-то как. Да, конечно, есть недостатки. Надо поливать. Следующая. Здесь вот ваши абрикосы. Не знаю. Для примера. Конечно. Сейчас найдем какой-нибудь. Сейчас найдем. Я их буквально еле-еле вот землей прикудриваю. Хотя бы один найти. И тогда уже для ориентира я примерно пошагалась. Помню. Неужели вороны все вытащили? Какие не должны. О, нашел. Вот смотрите. Вот так просыпается, дорогой. Вот лежит. Солнце может. Вот она лежит. И буквально еле-еле все прикрыл. Буквально припудрил. Так, соответственно, на таком расстоянии где-то еще одна будет. Сейчас посмотрим. Найдем ее. Еще как земля черная получается в земле. не особо и видно. Вот нашел. Пожалуйста. Теперь к вопросу кватификации, схожести. Ну вот она лежала. И последнее видео. Ну вот она лежала. Ну, не знаю, камера передает. Нет, ну тут буквально 4 миллиметра. То есть после хороших весенних дождей они все будут... О, случайно тоже. Вот она в земле лежала. Достал. Вот еще одна. То есть все живое. Вот просто вдавил. И вот так вот. Вот так просто стараюсь заглублять на такую величину, чтобы после дождей оголился бочок. Буквально пол сантиметра. Вот видно на поверхности. То есть не закапывать. Ни в коем случае не закапывать. И тогда все будет прекрасно. со зрением, конечно, беда, но сейчас еще где-нибудь найдем. Неохота их тревожить вот так вот рыть. Вот, пожалуйста. Пачки бедных наглядываю. Давайте это раскопаем. Вот, пожалуйста. Это не то, что я какие-то выбираю. Просто они здесь вот на таком расстоянии двинутых пальцев на таком расстоянии сидят. Здесь нравится. Здесь на холме тепло. Все отлично. Майпам. Так, ну что. Значит, мои впечатления. Они следующие. Ну, волшебные руки, это понятно. Вот. Накопившийся опыт, да. Значит, подтверждает меня железово, что только символическое закапывание на несколько миллиметров. Вот. Далее происходит следующее. Или размывает слегка, появляется бочок дожди. Или полив, ну, допустим, слейки. сильно нельзя поливать, размоет сильно. И, наконец, когда лопается косточка, из нее появляется корешок, корешок пивается землю. У меня такое впечатление, что многие, особенно люди ученого звания, этого и сейчас не знают. при этом происходит разворачивание и поднимается на 90 градусов. Сама косточка при этом сбрасывает с себя обе половинки. Это должно случиться вот на днях буквально после этого фильма медленного. Вот. Обе половинки скорлупки. и дальше раскрывается и получается два семидоли. Вот. Причем это происходит всегда, только когда или на поверхности лежит, или до будущей слегка присыпанной землей, но в процессе поворачивания до 90 градусов все равно вылазит полностью из земли. Это гарантирует долгую жизнь. Значит, Мезинов, если бы он не знал, а я себя хвалю и глажу по головке, вот он такой, который в 21 веке похожий первым, потому что до сих пор книги 4 уже сделаны, и Кордиумов проверял, вместе первую книгу делали, авторство, до сих пор никто не догадался, что глубокая посадка, не буду называть фамилии, от 5-6 до 10 сантиметров, это более лучшая безопасность, это более лучшая даже схожесть, потому что не пересыхает там на глубине, но затем следует массовая гибель именно априкосов. Это едва ли не главная причина, почему абрикосов в стране нет. Представляете, они потом гибнут, будучи основанием штамба у них под землей, под землей получается, основанием штамба несколько сантиметров штамба, место им не предназначено, из-за этого гниения, через несколько лет они мертвы, все валят на неморозостойкость и на морозы. Вот, страшнейшая ошибка, ребята, меня не будет на свете. Вспомните добрым словом, мне первому в этой планете удалось догадаться причину массовой гибели и причину, как сделать, чтобы они не гибли. Вот, Мезинов, мой ученик, он отдает мне должное, а я отдаю ему должное. У меня один из самых талантливых учеников, Олег Олегович Мезинов, шофер-дальнобойщик. Следующий этап, значит, то, что мы сейчас вы видели, это он уже учит вас, ребята. Вот, посмотрите, какие у него масштабы. Вот, сколько он у меня выписал, 500 тысяч или 2, я уже не помню. Вот, но результат вот он, это будет супер-сад, Брянская область. И следующий этап вырастет супер-сад, его с руками должны оторвать, и спорить должен быть один директор говорит другому ректору, это мой будет преподаватель и по морде другому проректору или ректору. Вот, нет, это он будет работать, заниматься селекционным садом, а преподавание, вон, уже резало полно этих роликов, около 4 тысяч, он, пусть студенты учат по ним. Вот, так должно быть. Вот, я очень волнуюсь, Олег Олегович, я вас поздравляю, теперь вы преподаватель. Вот, еще немного, и я выступлю свое место. Вот, таких уже ни один, ни два, вот, таких у нас уже достаточно, вот, но вы один из лидеров, вы первый десяток садоводов России, неважно, знание, с этими, степень есть, доктор есть, есть ли погода, нет погоды, вы первый десяток садоводов России. У вас следующий этап преподавания, всем я вас и поздравляю. На этом я откланиваюсь, вот, вот, уходя, гасите свет, а благодаря Мезинову, благодаря Макарову, Алексейко, вот, Чернобаеву, Железову Сергею, никогда свет не погаснет. До свидания, друзья. Останавливаю запись. Продолжение следует...